8 человек, не раз бывавшие в этой местности, в этот раз решились на поход, поверив прогнозу погоды в интернете. Не зарегистрировавшись, смелые туристы отправились в район горы Четвердак. В составе группы находились четверо детей в возрасте от 7 до 13 лет. Гроза нас застала уже во второй половине дня, где-то к 12 часам. Опустилось облако, был туман, ну и начался такой мелкий дождь, который перешел в ливень. Мы пытались своими силами добраться до станции, ну чтобы уже хоть там переначать, потому что палатку разбили, но у нас не было возможности зажечь костер, потому что у нас все было мокрое, и дрова, и спички, абсолютно все. Добраться до какого-нибудь убежища не удалось из-за тумана, видимость была ограничена, дождь лил, как из ведра. В 12 часов ночи путешественники поняли, что заблудились окончательно. Мы сильно замерзли и промокли. Мы стояли, дрожали, казалось, что уже все, больше идти некуда, замерзли, ну сил больше нету. Видя замерзающих детей, взрослые приняли решение позвонить в МЧС. К счастью, в этом месте, где они заблудились, была связь. По связи, проанализировав, где они могут находиться, скоординировали действия трех спасательных групп, которые были направлены туда. Направили в данную местность пять машин повышенной проходимости. И буквально спустя два с половиной часа эта группа была обнаружена одной из наших поисковых групп. Туристов сразу доставили в главк МЧС, где им оказали первую помощь, обогрели и накормили. Семилетний мальчик получил переохлаждение легкой степени, остальные отделались легким испугом. Пострадавшие пообещали, такой оплошности больше не допустят никогда. Олег Зайковский, Служба новостей ТВ. Олег Зайковский, Служба новостей ТВ